Доброго времени суток, любители шахматы! С вами шахматный клуб Феникс. И, наконец-то, гремели у нас шахматные баталии. Закончился шахматный турнир. Закончился кубок Феникса, определился чемпион. Определилась награда. И спасибо вам, что вы с нами. Более 100 человек принимал участие в этом турнире. И, конечно же, шахматный Феникс не стоит на месте. И мы продолжаем удивлять вас все новыми и новыми интересными мероприятиями. И, собственно, начинаем еще одно. Будет называться оно как дружеский матч между администрацией группы и участниками, активными участниками группы шахматный Феникс. Прошу заметить то, что матч будет такой необычный для вас. И я думаю, что матч сплотит, собственно, участников группы и заставит почувствовать вас командой, одной единой командой, которая будет сопротивляться и давать отпор, я бы сказал, достаточно сильной группе администрации в лице таких шахматистов, как Артем Капустин, достаточно сильный перворазрядник, Олег Сламаха, кандидат в мастера спорта, Никита Петров, международный мастер, Петр Андреев, кандидат в мастера спорта, и Кирилл Широков, безразрядник, но не важно. На самом деле, к сожалению, администрация потеряла в силе, потому что Дима Анисимов не смог по каким-то своим причинам поиграть, поучаствовать в этом матче. Но я думаю, что есть возможность добавления еще одного участника в ряд администраторов, и в скором времени вы об этом узнаете, но пока это будет храниться в тайне. Так скажем, наш тайный козырь, который, может быть, сработает, а может быть, и нет. Ну, а, собственно, вы хотите, наверное, сказать, как будет состоять матч, как будет проходить жеребьевка, все эти вопросы. Ну, чтобы, собственно, сыграть, нужно пройти вот такую-то анкетку. Ссылку я на нее вам дам. Тут, собственно, банальные вопросы, фамилии, имя, отчество, ну и прочее. То есть на все... Обращу внимание, что на все из них вы должны будете ответить. Вот мы плавно перешли к контролю. Контрол будет 5 плюс 3. Это две партии, черными и белыми, с одним из администраторов. Теперь, как будет проходить жеребьевка. Жеребьевка будет проходить очень легко. То есть, сейчас я вам покажу еще примерный вопрос, на что вы должны будете ответить. Как будет проходить жеребьевка. То есть есть сайт, регенератор чисел, rendstaff.ru. И, собственно, вот задаем диапазон от 1 до 5. И, допустим, мы с вами созваниваемся, или, может быть, я просто проведу запись своего экрана. Ну, неважно. Мы с вами созваниваемся, я вам показываю экран. Я записываю запись, и при вас, например, включаю... Грубо говоря, вы первым подали заявку на матч. Вас зовут Вася Иванов. И вам достается число 4. Смотрим блокнотик. И число 4 это Олег Сломаха. В первом туре Вася Иванов играет с Олегом Сломахой. И, естественно, фамилии в этом блокнотике постоянно будут меняться. То есть Олег Сломаха мог бы оказаться на месте Кирилла Широкова, Петр Андреев на месте Артема Капустина, а Никита Петров будет у нас вечным номером 3. Так что кому повезет, выпадет число 3. Тому не повезет всех больше. Я думаю, по жеребьевке всем понятно. Теперь по длительности матча и как это будет все предоставляться. Ну, собственно, здесь тоже все легко. Играем до 24 очков. Именно до 24. К такому числу мы пришли, что, я думаю, 24 очков будет достаточно. Собственно, в одном туре каждый участник может зацепить целых 2 очка. Как администратор, так и участник. Собственно, 2 партии черными и белыми. Я думаю, все понятно. Контроль 5 плюс 3. Это мы уже прошли. Конечно же, будет запись обязательно. То есть, например, условно, Олег Саламахов будет играть партию с условным Васей Ивановым. И, допустим, остальные администраторы в лице меня, Пети, Артема и Никиты. Собственно, мы соберемся и обязательно посмотрим эту партию на шахматной планете. Да, площадку. Забыл описать площадку. Все будет проходить на шахматной планете. Это обязательно правило. И обязательно вам нужно будет завести официальный ник для этого турнира. Потому что, все-таки, турнир у нас официальный. И, собственно, нужно, чтобы... Так будет лучше, ребята, я вам так скажу. Да, и, собственно, сыграли вы 2 партии. Мы все это прокомментировали. То есть, ваши партии не останутся без внимания. Люди посмотрят. Посмотрим, как вы радостно играли. Как вы замотовали Никиту Петрова. Или пожертвовали полкомплекта. И дали спертым матканем Пете Андрееву. Или просто разгромили в дебюте Кирилла Широкова. Все это люди увидят. И, я думаю, будет это очень интересно. Собственно, ребята, подавайте заявку. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях к этому видео. Ну, а всем на этом всем спасибо и всем пока.